Сен Аваков заявил, что бюро Интерпол рассмотрело апелляцию и объявило в розыск Эдуарда Ставицкого и братьев Клюевых. Как такое произошло? Потому что мы ведь знаем, что они не особо берут в розыск политиков. То, что мы видели по Януковичу, Азарову, которых исключили из этого списка. Знаете, прежде всего надо в этой деятельности отметить несколько тенденций. На самом деле получается очень интересная история со мной, потому что я возглавлял Национальное центральное бюро Интерпол в Украине с 2005 по 2007 год. Уже 10 лет я не возглавляю, но все комментирую действия нашего Национального центрального бюро Интерпол в целом. Я уже даже это вот свыкся, то есть многие люди, которые меня видят на улице, знают, Вася за галстук, Интерпол. Но, наверное, такова карма. Насчет деятельности Интерпола. В Интерполе сейчас надо понять, происходят определенные перемены. Происходит смена руководства, потому что в прошлом, позапрошлом году, уже больше года, поменялся бывший глава генерального секретариата Интерпол. Его звали Ролан Нобл. Он руководил Интерполом 10 лет. Он был такой очень активный американец. Сейчас пришел господин Штольц, немец. Он более такой, более сдержанный. Прекрасно. И Интерпол на сегодня находится в каких-то таких установочных движениях. То, что происходит с Украиной, мне кажется, оно не совсем правильно, потому что это, я объясню почему, потому что когда страна, любая, которая подписала уставы Интерпола, то есть подписала уставные документы организации и стала членом ее организации, там четко прописаны права страны. То есть это наше суверенное право, как члены международной организации криминальной полиции, объявлять любое лицо, международный розыск, когда мы считаем, что это лицо совершило криминальное правонарушение. Потому что Интерпол это название такое, общее. Оно не совсем отражает действительно. На самом деле расшифровка Интерпол, впереди находятся такие буквочки ICPO, это International Criminal Policy Organization, то есть именно вопрос криминальный является основным тут акцент деятельности Интерпола. То есть у господ Клюевых и Ставицкого в их действиях наши правоохранители? Абсолютно криминальные правонарушения, точно так же, как у Януковича, у Азарова, у кого угодно. Это не важно. Главное, что есть криминальные поступки. Украл деньги, побил жену, плюнул на улице, не платят элементы. Вот платят элементы Виктор Федорович своей супруге. Не знаете? Ну, не уточнили. Ну вот надо уточнить и все, и заняться этим вопросом. Но есть же обвинения, его обвиняют, того же Януковича в расстреле Майдана, в организации и так далее, коррупции. Они имеют отношения к деятельности Интерпола. Если бы лично Федорович взял заточку, как в старые времена, и кому-то засунул ее под ребро, вот тогда бы можно было обвинять батю в совершении преступления. А так как он организовал действия по уничтожению своих людей, граждан на Майдане, они имеют более политический характер, эти действия. И этот процесс, скажем, должен рассматриваться не международной организацией криминальной полиции, а международным судом по уголовным преступлениям. Тот, который в Гаге. Но у нас же не ратифицирован римский статус. Давайте зададим вопрос, почему. Ну, это вопрос к парламенту. Нет, это вопрос к нам с вами. Почему эти люди, которые нам с вами обещали, что это будет одним из первых действий, что сложного в ратификации римского статута? Объясните мне, пожалуйста. 226 голосов. Все. Все. Можно принять какую-то хрень, списать миллиарды задолженностей. Можно, я помню, у нас в парламенте все время был замечательный закон, его отстаивал Виктор Андреевич Юшенко. Это был закон про кожанив. Мы его принимали. Про летучих мышей. Вот. Вот такое... Важнейшее. Бредятину мы принимали. Понимаете, там была еще масса каких-то там соглашений, которые мы ратифицировали. Можно принимать законы о повышении, понижении зарплаты народным избранникам, государственным органам. И все остальное можно какой-то идиотизм нести. И нельзя принимать основополагающий закон, который, в принципе, это не закон для сегодняшнего... Кстати, для сегодняшнего. Вот тут и ответ. Почему они не принимают этот закон? Почему, кстати? Потому что они боятся. Потому что они боятся, что этот закон рано или поздно коснется их. Потому что они боятся.